СССР, Москва. 6 марта 1953 года. Колонный зал Дома Союзов. Церемония официального прощания с Иосифом Сталином. Эти траурные кадры известны всему миру. Ни днем, ни ночью не замирает мерное, как накат морских волн, движение на улицах, примыкающих к Дому Союзов. Документальные свидетельства этого события более полувека хранились в архивах под грифом «Секретно». Менее чем за год до смерти советского вождя в апреле 1952 в том же колонном зале Дома Союзов проходило Московское международное экономическое совещание. Это был амбициозный проект. На мирных началах объединить Европу, Китай и Третий мир против экономического диктата США. По сути, это была попытка альтернативного курса внешнеполитического стороны, которой было доверено внешнеполитической комиссии ЦК КПСС. В главе с Григорианом, но в реальности неформально ее курировал Молтов, как вы помните, бывший министр иностранных дел. Архивы сталинского периода, архивы самого Сталина, фонда Сталина, его ближайших сподвижников, касающиеся периода самого последнего, 52-го, начала 53-го года, они получаются где-то распределены между различными архивами. Не все они, как ни странно, до сих пор открыты, хотя срок давности уже давно прошел. Вторая мировая война принесла чудовищные экономические потери. Ущерб СССР составил почти 360 миллиардов долларов, более триллиона рублей. Великобритания лишилась четверти национального богатства. Экономики Франции и Германии вернулись к показателям начала столетия. Национальный доход США по итогам войны вырос вдвое. Раньше деньги основывались на золоте, а золото в результате Второй мировой войны и Первой, а особенно Второй, оно все перекочевало в Соединенные Штаты Америки, потому что национальные валюты ничего не стоили, инфляция была, поэтому если вы хотели что-то у американцев купить, вы только могли золото. Золото они принимали. Поэтому там на 80% оно скопилось. 6 июня 1944 года англо-американские войска высадились в Нормандии. Открылся Второй фронт в Европе. В разгар боев 1 июля на курорте Бреттон-Вудс в американском Нью-Гэмпшире началась валютно-финансовая конференция Организации Объединенных Наций. 730 делегатов из 44 стран решали, какой будет мировая экономика после войны. В СССР тоже там участвовало вначале, но потом выяснилось, что мы там не можем определять повестку дня, американцы все равно пережмут, и поэтому мы покинули это дело. А страны Запада сформировали мировую валютную систему, в центре которой находился доллар, и все страны обязались привязать свои валюты к доллару США. И, конечно же, доллар, как, так сказать, солнце, что ли, вокруг которого должны были крутиться все валюты. Но это было в каком-то смысле несправедливо все-таки, несмотря на то, что так получилось. Нашу делегацию возглавлял заместитель министра торговли Степанов, и мы придавали тогда очень серьезное значение участию нашему. Один из наших экспертов в это время писал, что мы, Советский Союз, очень заинтересованы в стабильной валюте на Западе. Мы подписали документы о создании Международного банка реконструкции и развития, который, собственно, должен был отвечать за восстановление стран, пострадавших в войне. И о создании Международного валютного фонда, который был призван в послевоенный период, значит, помогать странам в обеспечении баланса, стабильного баланса платежного. Но в дальнейшем мы не ратифицировали эти документы. За год до Бреттон-Вудской конференции президент США Рузвельт на встрече в Тегеране пообещал Сталину крупный кредит на послевоенное восстановление СССР. Рузвельт просил Сталина вступить в войну с Японией. И за это был обещан заем в 6 миллиардов долларов американских золотом. В 44-м году в начале наш агент Маклин, это вот член знаменитой кембриджской четверки, который работал под прикрытием первого секретаря посольства Великобритании в Вашингтоне, сообщил нам, что американская администрация, администрация Рузвельта, готова увеличить эту сумму до 10 миллиардов. 32-й президент США Франклин Рузвельт скончался 12 апреля 45-го года. Страну возглавил Гарри Трумэн. Именно он на конференции в Потсдаме летом 45-го рассказал Сталину о создании нового оружия необыкновенной разрушительной силы – атомной бомбы. Мы продолжали все-таки надеяться, что заем будет выдан. Но администрация Трумэна, она в значительной мере отошла от тех договоренностей, которые были достигнуты с Рузвельтом. В 45-м году Трумэн, его администрация принимает решение, что эти 6 миллиардов и не 6, а 3 достаются Англии. А нам, в общем-то, ничего. Черчилль в знак благодарности Вашингтону за вот этот вот заем, который был предоставлен, он произнес знаменитую фултонскую речь. 46-й год, фултонская речь. Ну и, как мы считаем, как написано во многих наших учебниках, вот это вот начало Холодной войны. 29 августа 1949 года на полигоне под Семипалатинском в режиме строгой секретности прошли испытания советской атомной бомбы. В обстановке абсолютной тайны в том же 49-м по инициативе США был создан Координационный комитет по контролю над экспортом. Каком? В новую структуру в рамках НАТО, помимо Соединенных Штатов, вошли более 10 стран, в том числе Великобритания, Федеративная республика Германии, Франция. Каком призван был осуществлять стратегию контролируемого технологического отставания Советского Союза и соцстран. Ведь дело-то в том, что многие открытия, многие изобретения, они родились у нас. Это и компьютеры, это компьютерная томография. Но идеи эти, единожды, так сказать, появившись, они не могли быть доведены до реализации из-за отсутствия технологий. У КОКОМ были определенные списки, по которым, значит, они отслеживали военные материалы, технологии двойного назначения, которые не должны проникнуть на территорию Советского Союза и социалистических стран. Была разработана определенная система, там было три группы товаров, товары, которые ни в коем случае не должны проникнуть, там, военного назначения, там, товары атомной энергетики, атомных материалов и промышленно-производственные товары. В январе 51-го французы на заседании КОКОМ заявили Париж категорически против торговой блокады Восточной Европы. Потери оценивались в 40 миллиардов франков, более 100 миллионов долларов. Закупая зерно в СССР, Франция рассчитывала сэкономить. Торговля Западной Европы с Советским Союзом и социалистическими странами с 48-го по 50-й годы сократилась вдвое. Западные страны, ну, всячески страдали их экономикой от нехватки долларов для торговли между странами взаимными расчетами. Советский Союз в 50-м году специально отвязался от доллара, перешел на золотой стандарт, когда стало очевидно, что, к сожалению, никакого нового кредита сотрудничества а-ля ленд-лис уже не будет. И в тот момент восточные рынки были очень интересны западным странам. Они думали, как наладить взаимную торговлю, потому что в 30-е годы действовала максимум граб соседа, значит, это все продавать, ничего не покупать. И это вызвало закупорку вообще всех торговых каналов. Вот. А здесь они дали слово себе после Второй мировой войны, что вот они все будут делать для реализации принципа свободной торговли. В августе 51-го года Конгресс США принял акт Беттла. Вашингтон оставил за собой право наказывать европейских партнеров за нарушение режима экспортного контроля. СССР начал работу по созыву Московского международного экономического совещания. Вообще изначально оно должно было случиться в конце 51-го года. Но совершенно очевидно, что не успевали его подготовить ввиду масштабности, ввиду того, что это пытались сделать не просто как некий съезд очередной прокоммунистических сил, а это было организовано изначально по линии движения сторонников за мир. А в реальности в каждой стране были организованы национальные комитеты. Первые заседания организационного инициативного комитета проходили в Копенгагене. Вы понимаете, что достаточно сложно контролировать мнение и умы людей в Копенгагене. Руководителем, председателем организационного комитета вот этого инициативного был избран не советский представитель, не китайский представитель, а Роберт Шамберон, который был одно время депутатом парламента французского. Из проекта постановления ЦК ВКПБ. Основная цель Международного экономического совещания заключается в том, чтобы содействовать прорыву торговой блокады и той системы мероприятий по экономической дискриминации в отношении СССР, стран народной демократии и Китая, которая в последние годы проводится правительством США. Поскольку политика экономической дискриминации, проводимой США, вызывает недовольство значительных буржуазных кругов, заинтересованных в торговле с СССР, совещание должно содействовать усилению сопротивления этой политики США. Что касается самого мероприятия, то крайне необычно и интересно, что если мы говорим про 52-й год, то два года, как идет война в Корее, и это вот такой самый острый, может быть, годы холодной войны, и стоит с другой стороны готовиться к Третьей мировой, эта идея реально крутится, Советский Союз полностью опускает железный занавес, и вдруг вот такая идея, что поскольку практически политики между собой не могут договориться, ситуация, что никто друг другу не доверяет на уровне политическом, попытаться установить диалог напрямую с деловыми кругами различных стран, и, по сути дела, через экономику вывести на оздоровление международное отношение. Идея достаточно интересная, по сути, асимметричный ответ на режим санкций со стороны Запада. На Московское экономическое совещание были приглашены и масса стран Третьего мира, что безумно беспокоило, и об этом показывают документы западные, где огромное внимание было уделено анализу и того, как проходило, и итогов этого совещания. Из политического отчета посла СССР в США Панюшкина. 30 апреля 1952 года. Ряд признаний органов печати США позволяют сделать вывод о том, что Международное экономическое совещание в Москве вызвало большой интерес. Журнал «Бизнес Уик» писал, что торговое наступление красных является угрозой для нашей собственной торговли. Редактор финансового отдела «Нью-Йорк-Уорд-Телеграм-эндсан» Гендершотт писал, что в результате бойкота Госдепартаментом совещания может создаться впечатление, что США не так заинтересованы в улучшении экономического состояния мира, как они об этом говорят. Соединенные Штаты просто приняли решение, что они не будут выдавать американские визы и будут принимать различные другие санкции. В отношении всех, кто вообще поедет в Москву, они провели специально примерно в те же сроки съезд, аналогичный конгресс деловых кругов у себя в Америке, чтобы оттянуть на себя тоже часть интереса. Но, тем не менее, люди поехали. Половину делегатов составляли гости из капиталистических государств. Не менее трети представляли СССР, Китай и страны Восточного Блока. Из Великобритании приехали 29 человек во главе с лордом Бойт Орром, лауреатом Нобелевской премии мира. Во французскую делегацию вошли 36 влиятельных чиновников и бизнесменов. Одновременно могу показать документ как раз вот из французских архивов, секретный натовский документ, где как раз содержится анализ в том числе и московского экономического совещания. И здесь выражается большая беспокойность вообще тем, что Советский Союз выходит на пространство глобальное, позиционирует себя как такой глобальный центр экономической силы, что не было характерно для него, естественно, ослабленного войной в конце 40-х годов. Из справки о расходовании средств. 6 мая 1952 года. Совет министров СССР постановлением от 22 февраля 1952 года обязал Минфин СССР выдать Всесоюзной торговой палате товарищу Нестерову 3 миллиона рублей в качестве аванса для покрытия расходов, связанных с проведением международного экономического совещания в Москве. Товарищ Нестеров сообщает, что согласно ориентировочной смете указанные расходы составят 7 миллионов 180 тысяч рублей, не включая 213 тысяч рублей из расходованных на поездку индийской делегации в Узбекскую СССР и Сталинград. В мероприятии приняли участие свыше 48 стран. И около 500 участников делегатов было, не говоря о тех, кто их сопровождал. Это были переводчики, это были деятели культуры, включая, например, Мари Садриона, известного французского писателя, который здесь тоже был. И вообще масса людей, которые даже официально боялись считаться делегатами. Тем не менее, как видно по документам британских архивов, масса британских парламентариев, которые имели бизнес-интерес и являлись руководителем тех или иных фирм или компаний, вдруг странным образом оказываются, как туристы, отдыхающими именно либо на излете этого совещания, либо в момент этого совещания в Москве. По приглашению советских внешнеторговых организаций в Москву съехались представители деловых кругов из 49 стран. Они обсудили возможности развития экономических отношений между странами, независимо от их социальных систем. Не на словах, а на деле мы стремились пробить лёд холодной войны. Из исследования английской делегации предварительные заметки об уровне жизни. Цены на такие промышленные товары, как авторучки, пишущие машинки, пылесосы, приблизительно такие же, как у нас. Автомобили, кажется, дешевле и более доступны, чем у нас. Книги, ноты, билеты на оперные, балетные, драматические представления стоят сравнительно недорого, и спрос на них зачастую превышает предложение. Как в Англии, так и в России имеется широкая система социального обеспечения, включая оплачиваемые отпуска. К 51-му году в Советском Союзе был восстановлен довоенный уровень потребления. В 47-м у нас отменили карточную систему, при том, что Великобритания начала отходить от нормированного распределения продуктов только в 50-м. До изобилия в СССР было далеко, но магазинные прилавки в столице не пустовали. Накануне Московского экономического совещания в очередной раз снизили цены. На полках и прилавках Московского кастронома номер один всевозможные продукты, продукты ненормированные, доступные по ценам каждому человеку. На продовольственные товары новые розничные цены установлены на уровне действовавших пайковых цен. Все отличного качества и всего много. Советская сторона рассчитывала договориться о развитии взаимной торговли с Великобританией, Западной Германией, Францией. Москва предлагала Парижу увеличить товарооборот в 5-6 раз. Всего за время работы экономического совещания было подписано свыше 60 торговых, инвестиционных и научно-технических соглашений. Из справки о коммерческих сделках, заключенных во время Международного экономического совещания. 28 июля 1952 года. Заключенная с американской фирмой сделка на продажу ей 3000 тонн хлопкового пуха стоимостью 1 миллион 400 тысяч рублей выполнена. Других сделок заключено не было. Из закупленных у итальянских фирм товаров на 17 миллионов рублей завезены в СССР апельсины в количестве 1 тысячи тонн. До конца года будут поставлены еще 2000 тонн апельсинов. А также на 6 миллионов пальто мужских и женских полушерстяных. Заместитель министра внешней торговли Захаров. Удалось нащупать вот этот интерес бизнес-ассоциаций, особенно в первую очередь западных стран, потому что наиболее многообещающие предложения были сделаны в Великобритании, Франции и Западной Германии. Как показывают интервью, которую британские дипломаты после совещания опрашивали тех, кто туда ездил, фабрикантов британских, они прямо говорили, что нам все равно, какая там у вас политика, у нас тут бизнес стоит, и нам главное, кто приносит доход, а не то, какой вы там придерживались линии политической и так далее. Специальное предложение сформулировали для Западной Германии. Речь шла о размещении советских заказов на сумму до 2 миллиардов рублей. СССР был готов поставлять западным немцам зерно, лес, руду, нефтепродукты. Уже после Московского совещания в Копенгагене прошли тайные переговоры советских чиновников и немецких бизнесменов. Товарищу Сталину. 18 июля 1952 года. После Международного экономического совещания в Москве фирмы Западной Германии проявляют активность в установлении торговых связей с СССР. Фирма «Хазебрук» предлагает заключить сделку на поставку товаров общей стоимостью 15 миллионов рублей, в том числе стальной прокат на 6 миллионов рублей, станки, экскаваторы и портальные краны на 4,5 миллиона рублей, в обмен на зерно, масленичные семена и лесоматериалы. По заявлению представителя фирмы, на заключение сделки она имеет согласие бонгского правительства, министр внешней торговли Кумыкин. Все соглашения, которые касаются товаров массового потребления, перечеркнуты рукой то ли Микояна, то ли самого Сталина. Мне кажется, что это был сам Сталин. Оставлена только закупка нефти, закупка какого-то оборудования. Чуть-чуть где-то с какими-то странами, реально, как видно по документам, покупка апельсинов, еще какие-то вещи. Но это, конечно, не может стать мотором для развития торгово-экономических отношений между странами и континентами, которое предлагалось на Московском экономическом совещании. Прогресс советской экономики, науки и техники показал, что просчитались те, кто добивался изоляции Советского Союза от мировой торговли с целью замедлить его развитие. В самих капиталистических странах раздавалось все больше голосов, требующих расширения экономических связей с социалистическими государствами. Конечно, самим наверстать технологическое отставание – это очень сложно. Ведь Сталин зачастую не верил, что мы способны создать свое вооружение. И поэтому, есть такой достоверный пример, он требовал от Туполева, нашего знаменитого генерального конструктора, требовал копировать, по-моему, американский бомбардировщик. Туполев предлагал свой создавать, а Сталин, чуть ли под страхом репрессии или расстрела, заставлял копировать западный. Делегация Китайской Народной Республики покидала Московское экономическое совещание, подписав контракт с Великобританией на 10 миллионов фунтов стерлинга. Европейские аналитики даже решили, что образовалась англо-китайская осень. В это время Пекин уже получал военную и экономическую помощь из Москвы – миллиарды рублей. Торговля была довольно специфическая, я прямо скажу. Если посмотреть на контингент товаров, то довольно забавно читать, что со стороны Китая, что на тот момент мог предложить Китай. То есть, естественно, британцы обязались поставить им локомотивы, в чем они были очень заинтересованы, не сомнений. А китайцы в ответ посылали им замороженные яйца и какие-то еще вещи. Как вы понимаете, довольно сомнительно, насколько они были конкурентоспособны. Планировал ли выступить на Московском экономическом совещании Сталин? И действительно ли готовился к обнародованию некий антидолларовый проект? Вот профессиональное мнение историка Михаила Липкина, автора монографии «Советский Союз и интеграционные процессы в Европе». На основе тех документов, которые я изучал, я не видел, чтобы в центре совещания было какое-то создание альтернативной финансовой системы. Да, бартеры, да, клиринг. Но все-таки в центре было противодействие вот этим вот санкционным режимам. И, конечно, Советский Союз всячески хотел себя позиционировать как некую альтернативу, более справедливую вот тому миропорядку, который формировался на Западе в рамках Братенвудской системы. Итоговый документ Московского международного совещания содержал как политические, так и экономические разделы. Речь шла о прекращении войны в Корее и Вьетнаме, подписании пакта о мире между пятью великими державами. Планировалось отказаться от торговой дискриминации, утвердить пакт о международном экономическом сотрудничестве и создать комитет содействия международной торговли. В докладе советской делегации даже появилась формулировка «мирное сосуществование». Доклад редактировался раз десять, если не больше. И, естественно, редактировался он не Нестеровым, а редактировался он Молотовым, Микояном, Сталиным. Реально некое открытие умов происходило на этапе редактирования документов. И это как раз вот то, что меня поразило, то, что в документах, в первых вариантах его выступления присутствует термин «мирное сосуществование». Потом видно, как вот он редактируется и заменяется на просто экономическое сотрудничество. Однако Советский Союз от участия в работе Комитета содействия международной торговли отказался. Всесоюзная торговая палата даже получила 48 миллионов инвалютных рублей для оплаты первого взноса. Но деньги на счет Комитета не перевели. Немало сделок так и остались на бумаге. Версий внезапной перемены планов после московского совещания несколько. Советская причина заключалась в том, что якобы не удалось самые ключевые такие бизнес-ассоциации привлечь, и поэтому оно не достигло своей конечной цели. То есть те, кто приехали, они не представляли реальные лоббистские структуры, которым он хотел построить свои отношения к Кремлю. Либо еще одна версия, что на самом деле Сталин этого хотел, но вот в связи с тем, что уже у него были такие очень сложные психологические состояния, то есть вдруг где-то ближе вот к сентябрю, к осени, к октябрю, когда он накинулся на Молотова-Микояна на съезде ЦК КПСС и стал их обвинять во всех предыдущих Горегахах за то, что они такие мягкие, как бы вот, и такие любители потворять во всем Западу. Московское международно-экономическое совещание стало попыткой СССР приподнять железный занавес и обратить внимание Запада на преимущество мирного сосуществования. Идеи, высказанные в 52-м, вошли в основу внешней политики Советского Союза в 60-е и 70-е годы прошлого века. Актуальны они и сегодня. Да, в 94-м КОКОМ был распущен. Но понятия санкции и диктат все еще активны в глобальном политическом лексиконе.